Всем большой привет! С хорошим солнечным деньком осенним. Сходила в магазин Пятёрочка. Немножечко закупила продуктов. А то, что тут у меня пустой холодильник совсем. Решила начать с Пятёрочки, потому что там, ну, вроде бы, как считается, более бюджетные товары. Вот что я купила. Сами видите. Начну с масла. Масло. Влага, по-моему, называется. Да. Здесь литр. Оно оливково-подсолнечное. Сейчас в Пятёрочке на него скидка. Стоит оно 89,99. Но я буду округлять всё время в большую сторону, потому что это 99. В общем, короче, 90 рублей стоит бутылка масла. Литр. Не знаю, сколько подсолнечное масло сейчас стоит в Пятёрке. В этом, в Фикс Прайсе. В последний раз я покупала за 55 рублей. Но мне идти туда далеко из одного масла. Мне как-то вот не захотелось туда шлёпать. Кто в Москве ходит в Фикс Прайс и покупает подсолнечное масло, поделитесь, какая там сейчас цена. Просто мне очень-очень интересно. Купила картофель отечественный по 20 рублей за килограмм. Хотела купить мытый. Мытый, по-моему, из Израиля. Там написано для жарки. А мне хотелось отварить. Сделать пюрешку такую вкусную с молоком, со сливочным маслом. Давно что-то я не готовила. В общем, хочу приготовить. Был картофель также и для варки, тоже импортный. Но он, по-моему, мне кажется, рублей по 70, а кто может быть и больше за килограмм. И он какой-то зелёный. Я побоялась, что буду чистить и буду много срезать вот этой вот зеленухи. Купила вот такую фасоль. Хейнс. Фасоль там была со скидкой 65 рублей. Ну, взяла банку. Это фасоль в томатном соусе. Я люблю использовать это в супе. Вот такой вот кусочек свинины я взяла. Папа может. Там были куски такие очень жирные. Я вот отковыряла такой кусок. Но она, конечно, не дешёвая. Стоит она 250 рублей. Вот эта вот штуковина. Так, и колбаса печёночная. Ну, это я взяла там собакам. Они любят её. Ну, вообще по 30 рублей. Уж не знаю вообще, с чего она там сделана. Но на маленькие, такие маленькие колбасочки. Им хорошо добавлять в кашу или ещё куда-то. Так, взяла лук репчатый по 21 рублю за килограмм. Хороший лучок мне понравился. Но я взяла немного, потому что мне тяжело тащить всё это на себе. Люблю бородинский хлеб. Вот такой вот хлеб бородинский. Я взяла два батончика. Или две буханочки, наверное, будет правильнее сказать. Он по 38 рублей 29 копеек. Дальше, что я взяла? Взяла вот такой сыр костромской. Вот он, сыр костромской. Он был самый недорогой. Я брала самый недорогой. Но, конечно же, он дорогой. Он стоит 470 рублей килограмм. Вот этот кусочек. Практически 300 граммов. Он 139 рублей. Я буду просто запекать мясо в духовке. Мне нужен был сыр. Раньше, конечно, сыр можно было для вот такого запекания мяса. Для того, чтобы не быть гурманом и не делать бутерброды с сыром. Можно было взять побюджетней. Именно вот для приготовления мяса под шубой, под такой, под вкусной в духовке. Можно было раньше взять пешеходский. Там были, даже российские, конечно, были бюджетные. Сейчас вообще не подступишься. Просто не подступишься. Так, приправу для мяса. Вот такую приправу я взяла. Смотрите-ка, она по 9 рублей. У нее там, вот видите, красная цена. А поскольку я буду готовить мясо в духовке, мне захотелось приправу. Вот у нее какой состав. Я не увидела здесь никаких ешек-мешек. 15 граммов. А другие приправы там, ну, вообще по 40 рублей и больше. Я взяла тут несколько штук. Вот так. Ну, она, конечно, ну, 9 рублей. 8-99. Все они. Вот такие огурцы. Они называются огурцы среднеплодные, гладкие. Здесь 600 граммов. На них была скидка 35 рублей. Ну, здесь они и лежат. Вот эти 600 граммов. Ну, хорошие крепкие огурчики в салат. Самое оно. Так. Свой любимый взяла майонез скид. Я его обожаю. Он для меня самый вкусный. Взяла большой. Он тоже, по-моему, со скидкой 92 рубля. Вот. И это мне все тоже для мяса. Так, я уже от майонеза давно ушла. И от колбасы я ушла. Вы, наверное, видите, что у меня особо-то и нет колбасы в моих обзорах. Как-то я сейчас справляюсь без этого. И скажу вам даже и неплохо, и неплохо. Вот. Так что, но такой майонез я люблю, поэтому я все равно взяла. Было подешевле майонез, но я люблю этот, поэтому взяла именно этот. Так. Лимоны. Вот взяла два лимона. Лимоны у нас по 100 рублей. Два лимона обошлись в 33 рубля. Вот. Вот какая цена одного лимона. Можно посмотреть. Взяла вот такие сушки простые, 250 граммов, по 30 рублей. Вот эта вот сушка стоит. И у них какая-то красная цена. Но у меня собаки любят иногда сушечки. Сушечкой полакомиться, поэтому я и взяла сушечки. Морковь мытая. Взяла вот две штуковины. Морковь мытая по 38 рублей. Вот здесь вот 6 рублей, короче, штука. 12 рублей я взяла. Так. Еще я взяла чеснок. Килограмм чеснока. 200 рублей. Вы знаете. 109,99. Ну, здесь на 43 рубля. Сколько тут у меня штук. Поклю я мясо с чесноком особо жарить. Так. О чем я еще не рассказала? Я не рассказала о розовых томатах. Они по 100 рублей. 100 рублей. Правда, я тут томаты брала со скидкой во вкус Вилли. Они были 98. Ну, тоже вкусные. Но я люблю розовые томаты. И, в общем, вот это вот сколько здесь у нас получается. Вышли эти томаты. Они вышли. Они так и вышли на 100 рублей. Делают по килограмму, видимо. Раз вес. Ну, вес у них килограмм. Так. И взяла я вот такие вот яйца. Яйца бюджетные. Очень бюджетные. Они по 55 рублей килограмм. Вот такие яйца. Сейчас я вам покажу даже. Открою. Посмотрите. Мне очень понравилось. Я там, конечно, открыла коробку. В каких-то были разбитые. Даже мне пришлось переложить в другую упаковку, потому что она была вся мокрая. Яйцо разбилось. Вот, в общем, две таких я взяла. Мне очень понравились. Были бы на машине с мужем, если бы я взяла бы и больше. Я люблю, когда у меня яйца в запасе. Всегда можно и не испечь блинчики, что-то там замутить. Вот. В общем, вот общая сумма у меня по чеку получилась. Общая сумма по чеку. Вы знаете, 1253-58, но я предъявила пенсионную карту. И плюс, значит, мне сказала кассир, что у меня какие-то товары есть по вот этой карточке есть, пятерке. Но я никогда ее с собой не беру. Мне кажется, там какая-то ерунда. Ну и, в общем, там женщина какая-то мне просто взяла и сама говорит, ой, возьмите у меня. В итоге обошлось 1224-34 и скидка всего 29-24. Вот смешная скидка, правда? Меньше 30 рублей. Это для пенсионеров и для... И плюс еще скидка по карте. Но это вообще ни о чем. Что такое 30 рублей? Ну, лимон разве что там купить. Что? Даже на пакет молока не хватит. Вот, пожалуйста. Вот скидки для пенсионеров. Меня это просто умиляет. Вообще не должны быть, по-моему, сколько-то процентов от суммы покупки. Но я никогда этим не занималась, таким вопросом. Вот, поэтому взяла то, что нужно было, то и взяла. Ну, конечно, я смотрела все побюджетней. Естественно, может быть, можно было картошку взять там хорошую, подорогую. Какую-нибудь израильскую. Ну, я не знаю, вкусная она или нет. Потом не знаю, в нашей много ли здесь нитратов или немного. И мерить прибор для измерения вот этой вот всякой химии у меня тоже нет. Да и не буду, иначе, по-моему, и есть ничего не захочешь. Вот, сейчас я еще побегу во вкус Вилл. Мне нужно еще кое-что там подкупить. И сейчас я потом добавлю сюда, к обзору пятерки, добавлю и вкус Вилл, чтобы не распыляться на кучу этих обзоров. Прибежала я из вкус Вилла. Вот, что я там взяла. Молоко 3,2% по 52 рубля. Кстати, оставался всего лишь один пакет. Но он мне был и нужен. Вот такой виноград я взяла. Киш-миш без косточек. Он стоит 160 рублей. В пятерке вообще не было винограда. Я хотела там посмотреть. Может быть, там цена пониже. Но в пятерке винограда не было. Фольга для запекания. Я ее забыла купить в пятерке. Вот 10 метров стоит 76 рублей. Думаю, думаю, что в пятерке она тоже была бы подешевле. Вот такое рыбное ассорти. Я уже говорила, что на выходные я жду Томочку в гости. Будем с ней пировать. Вот такое ассорти рыбное стоит 100 рублей. Ну, вот мне очень нравится такое брать. Взял, съел и выбросил все это, всю пустую посудину. И забыл. Но вот этот коктейль из морепродуктов, это именно для Томочки. Она любит этих морских гадов. Я-то их вообще... Я их не могу есть. Вот честно скажу, не могу. И такие гады эти стоят морские 135 рублей. Так, дальше что? Вот такой мне очень понравился рулет бисквитный. Я его уже покупала. Стоит он... Стоит он... Не вижу сколько. Сейчас. В чеке не руле. Значит, стоит он 226 рублей. Без всяких 99 копеек. Вот ровная цена. Он такой вкусный. У него в составе сгущенное молоко. Сейчас покажу, что тут. Вот он состав. Я вообще не очень люблю с сгущенным молоком. Но тут взяла... Хотелось чего-то сладкого. Мне очень-очень понравилось. Изготовитель ИП. Не Когосов. Или кто это? Вот Москва. Ну, очень понравилось. Прям вот во рту тает. Говорят, вот тает во рту. Это вот про этот рулет. И очень вкусный. Реально. Можно прям весь сесть и умять. Вот такой взяла батон молодежный. Стоит он 24 рубля. Это большой батон. Такой вот полноценный. Торт взяла морковный с пеканом. Полкило. Он тоже небольшой торт. Ну, вот как раз на двоих. Ну, конечно, мы его даже весь и не съедим. Большие торты. Вот мне нравится, что есть маленькие торты. Такие. Потому что большие как-то... Уже запихиваешь себя. Вроде бы надо съесть. А это не есть хорошо. Такой торт, конечно же, он дорогой. Он стоит 410 рублей. Вот. Но я не знаю, где там какие. Я в последнее время, если беру торты, только во вкусвилле. Как-то мне вот там спокойнее взять. Так. Что еще не сказала? Масло. Вот это масло. Сливочное, вологодское. Вот ровный вес. 200 граммов. Не 180, не 195 или 193. 200 граммов. Масло дорогое. Вологодское. 260 рублей. Конечно, очень дорогое. Но что-то в пятерке я... Было масло 72%. Мне его не очень захотелось брать. Так. И творог взяла 5%. У меня он обошелся, как любимый продукт, по 103 рубля. А вообще он, по-моему, 130 рублей. Где-то так. Ну, вот как любимый. Там идет скидка. В общем-то, вот это все. А, еще салат руккола. Руккола-салат. Я этот вообще салат рукколу вообще обожаю. Добавлять в любой салат. Вот помидоры, огурец, руккола. Это просто вот невозможная вкуснота. Если с подсолнечным маслом, это просто-препросто. Очень-очень даже вкусно. Так. Не помню. Что-то я ее не вижу. Подождите-ка. А, салат руккола. 135 рублей. Вот. 135 рублей эта пачка. Сколько тут? Не знаю граммов. 125. Вот. Но тут, знаете, раз на 4 хватит. Пригоршню берешь. Потому что она такая спрессованная руккола. Спрессованная. Но я ее обожаю. Вот. Все у меня по чеку обошлось, конечно, не дешево. 1814 рублей. И там тысяча, по-моему, 200. Итого 3000 я сегодня оставила вот на продукты. Ну, здесь, конечно, продукты такие, как не каждодневные. Это торты. Это вот эти всякие морепродукты. И вот эти селедки. Ну, рулет я могу там себе, конечно, позволить купить. Вот. Да и торт могу позволить купить, если мне очень захочется. Но это не каждодневная. Это не каждодневная покупка такая. Здесь, как бы, хватит. Я знала, что я беру. Пошла со списком. И в пятерку. И потом сюда. На этом я свой обзор продуктов, которые я купила в магазинах «Пятерочка» и «Вкус Вилл» заканчиваю. Всем, друзья, хорошего-хорошего настроения и, главное, здоровья. До свидания. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok